И так мы продолжаем путешествовать по Северному Причерноморью. Сейчас мы едем в город Шабла. Шабла это место, где есть лечебное озеро с лечебной грязью, которое используется по лечению, ну или калолечения по-болгарски. Мы сейчас поедем в это место и посмотрим этот населенный пункт. Шабла, вообще там красивый маяк и еще есть какие-то достопримечательности. Мы посмотрим это красивое место. День сегодня хороший, солнечный, но не жаркий. И это очень хорошо. Температура меньше 30 градусов, 27, даже 26. Поэтому, я надеюсь, наше путешествие не будет утомительным. Давайте проедем, немножко посмотрим дорогу. Мы едем по-прежнему на дорогу на Дуран-Кулак. Такое у нас красивое сегодня небо. Просто изумительное. Такая фактура. Мы едем в город Шабла. Это курортный город Болгарии. Расположен на побережье Черного моря. Находится в Добрической области и входит в общину Шабла. Население его всего 3000 человек. Вот такие сведения дает Википедия об этом приморском городе. А мы сейчас его посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Вот такие рыночки вдоль дороги везде. Вдоль всей дороги. Сейчас мы приехали на маленький рыночек и сейчас купим помидорчиков. Или арбузиков, или все вместе. Посмотрим, какие будут цены. Все расскажу. Ну, вы сами видите, что цены не дешевые. Помидоры 3 лево, арбуз 0,7 лево килограмм. Я заплатила за арбуз и за помидоры где-то 8 лево. Вот ферша была, вот нам туда. Я заплатила за арбуз и за арбуз и за арбуз и за арбуз. Здесь вот начальная школа. Очень даже неплохо. Видимо, самый центр. Пошта. Цветочная. Да. Так вот у нас в Шабле красивенько. Цветочки кругом. Красивые деревья цветущие. Вот такое местечко. Вот какая кышта симпатичная. Кышта-мираж. Вот сейчас мы поворачиваем. Поворачиваем. Так, так. Так. Вот туда понехал. Какие яблочки, да? Какой соснячок. Супер. Грибы, наверное. Да. Белые. Да, белые. С косвями. Прямо на инвалидных колясках арбузики. Это же Шаблинско-Тузло. То есть мы едем на Шаблинску-Тузло. Вот какой шаблон. Это видимо какой-то объект. Объект. Поверяется в тенечке. Кто где, правда. И тут что-то очень много. Хотель, Нави. Значит, поедем? Да, поедем, поедем. Мы сейчас поедем туда. А они, наверное, здесь все принимают. Вот нам надо туда. Да. А вон море, море. Я вижу море. Ура. Ну, мы сейчас едем, посмотрим эту бухту. Ну, вот это озеро. Честно, собственность кто-то. Да. Тут это кемпинг, наверное. Потому что я видела палатки. В Болгарии все просто. Тут можно куда-то приехать. Прямо на самый берег. Не всегда как бы тут ничего не лимитировано. Вот я, по крайней мере, не вижу здесь такого прям паркинг-паркинг. Все под деревьями, в кустах, в каких-то местах. И эвакуатор за кустом. Да, ну, конечно. Вот нам надо к табиле поближе. Мы сейчас будем фотографировать табилку. Посмотрим, что и куда мы тут подъехали. Мы приехали на Шаблинский юзеро. Табло, конечно, все в непривычном состоянии. Не все так плохо. Здесь установлено новое табло. Так, что тут у нас? Это описание маршрута. Расстояние 3 километра. 50 минут спокойный ход. Итак, Шаблинское тузло – это солёное озеро. Отделённое от моря песчаной косой, шириной 140-170 метров. Озеро неглубокое, где-то до 0,6 метра в глубину. Солёность средняя 40%. Летом оно пересыхает. Дно озера покрыто лечебной грязью. То есть, лечебно кал. Запасы грязи солидные. 200 тысяч тонн. И эта грязь активно используется в больниологии, в калолечении. Так что вот такой у нас план. Можно ходить вокруг этого озера. То есть, здесь такой... Вот так, наверное. Да, пеший маршрут. Спокойный ход 50 минут. Но мы, конечно, если только можем проехать на машине, если удастся. Грязь, я так понимаю, вся высохла. И они там ходят, и чего-то её там копают. Нищут. Нищут. А вон там кромка воды или, мне кажется, вот там подальше? Может быть, надо туда проехать? А там грязи нет. Они же не в ряды. Ну как это нет? Грязь везде, я думаю, там на дне должна быть. Поэтому вот, ребята, так выглядят наши лечебные грязи. И люди, которые занимаются калолечением. Все ходят вокруг и думают, как туда попасть. Да, площадка для съемок у нас, конечно, такая, что я думаю, что мы можем здесь навернуться. Но ничего. Зато есть. Можно сверху снять что-то. Так что это тузло пересохло. А вот здесь стоят кемперы. По-моему, это всё-таки кемпинг. Вот. На этом дереве растут слиды. Дерево всё завёл в юмк. А запах здесь соснов. Очень хороший. О, какие ягодки, смотри. Вот это шабла. Вот это паркинг. Трелева. Обратите внимание на автомобиль. Автомобиль, который перед нами. Это Москве 400. Какой? 11? Это не 412. Да. Это ретро автомобиль. Да. Такой чудный пляжик. Сегодня волны везде. И у нас на Златнике здесь тоже. Вот такой пляж. Вот такой большой. Мелкий пляжик. Я думаю, что это дикая часть пляжа. Тут все на полотенцах. А там? А вот здесь, да. Здесь и вон есть. А вон там ещё есть. Там можно стоять с кемпингом. Мы кафе на пляже. Сейчас что-нибудь перекосим. Сколько полтора левого? Ну, так и дешево. Суп. Есть тараторчик. Тараторчик, кстати, трелевый. 9 левых килограмм. Да, супер. Вот, давай, миги. Пошёл человек на суставы, наложил специальную грязь. А, ну он лечится. Это больно, лечится. Оролевская миги. Оролевская миги. Оролевская миги. Нет, вот у меня с миги какая. Вот такой у нас сувенир. Наелись в кафе вот этих самых прекрасных черноморских миги. Было очень вкусно. Так что я пришла вот такой кочей. Да, хорошо качаемся. Бунгало 21 век. И тут есть Ривина, Супа, Кефан, Миди, 7 левых. На берегу Блюоса? Где? Вот едем на маяк. Вот маяк. Мы сейчас его поснимаем. А Тюлинова будет там. Туда тоже проедем сейчас. А сейчас пока мы поснимаем фару. На картинке оно такое красивое-красивое. А здесь такое, блин, выцелевшее выезд. А вот здесь это, видишь, комплекс красот. Около фару. Хотел-ресторан. А что такое кария? Кария. Кария? Проект, создавающий на Рыбарское селище. А, это у них тут Рыбарское селище. А что за античные скульптуры? Да, тут был античный храм. Это то, что это не настало. Мы идем в пирамиду. Вот смотри. Солнце. Звезды. Это бесконечность. И луна. Здесь вот надо мной такой светящийся шар. Сейчас пойдем читать. Вон там целая наука. Пошли. Мы сначала ходим, смотрим, а потом читаем. А тут какие волны. И опять же военная зона. Но ничего. Маяк можно и так снять. Вот здесь он виден лучше всего. Неси с помянем, когда за первый пыт видят фора на нос шабла. Никто не помнит, когда в первый раз увидели этот маяк на носе шабла. Вот тут целое описание. Это надо долго читать. Что это за символы? Четыре павильона. Раз, два, три, четыре. И мы были в пятом. Так, правда. Четыре павильона, они все находятся на одной линии. Удивительно. Еще раз фору. Какие-то трофеи. Детали корабля. Да. Шехол. Точень, это же винт, который в воде. Табло. То есть для англичан специальное табло. Что это такое? Шабла лайтхаус. Винский фор. То есть маяк. Маяк шаблана и старый маяк. На Черноморском, Болгарском побережье. Этому маяку 160 лет. Это самый старый и высокий маяк в Болгарии. 32 метра. Это уменьшенная копия Александринского маяка. Свет его виден на расстоянии 17 морских миль. Стены маяка достигают 20 метров. Говорят, что в одной из стен забуровано послание к грядущим поколениям, которое откроют в 2056 году. Какие цепи на фне моторного винта. Вот такой прекрасный вид. А собачки просто охраняют эту территорию. Мы сейчас едем на Тюленово. Такой памятник советским летчикам установлен на берегу, когда едешь в Тюленово. И тут написано в память о смелых советских летчиках. И все они поименно перечислены. Воронин. Геройски погибших 17 мая 1944 года. Бойбовый лету русскими захватчиками славы и вечные признаки. Вот такой памятник. Мы случайно увидели с дороги и приехали посмотреть, кому же этот памятник. И оказалось, как всегда, советским воином. Вот здесь такое красивое море. Ой, как здорово. Это просто что-то. Какой чудесный вид. Это мы сейчас едем в Тюленово. Посмотреть там уж не камни, но здесь по дороге камни ничуть не хуже. Изи, это все выглядит вот так. То есть это камни, целое плато. А вот там наверху, на берегу, стоят кемперы и любуются этой красотой день-на-ночной. Ах, это здорово. Видео памятника созерцает красоту. Вот такие волны. Море. Ветер. Просто чудо. Солнце. Тюмое. Вот такое красивое место. Это волны. И маяк виден. И пляж даже здесь есть. И этот пляж, он такой тихий, потому что отделен естественными камнями от основных волн. И тут получились такие естественные волнорезы. О происхождении названия поселка Тюленово есть своя легенда. В первой половине 20 века здесь отдыхала королева Мария. Ей подарили пару тюленей, которых она выпустила в море. Они благополучно размножились и кишели у этих берегов. Деревню назвали Тюленово, но последние десятилетия тюленей здесь никто не видел. Такие чудные отели прямо на самом берегу. А тут арт-фест. Вот смотри, 18, 19, 20 июля здесь был арт-фест. Такой пляжик. Здесь даже были чьи-то стихи, но уже их, видимо, посрывал ветер. А вот это вот будка. Да, одна русалка есть вот там, сидит в водичке. Уже солнца нет. Да, здесь уже все. Вот этот отель называется Тюленово. В нем полно народу. И всегда здесь полно народу. Как бы сколько раз бы мы не приехали, в какое время дня бы мы здесь не сидели. Народ всегда сидит на террасах, наслаждается видами. Купаться здесь ему некомфортно, но особо смелый он может побачить ножки. Кто очень хочет купаться, пожалуйста. Здесь отовсюду красивые виды, но из этого ресторана, я думаю, вид самый-самый красивый. У каяка, раскопка, лодка и рыболовка. Ракурс прост. Блогер изнемог. Отдыхает блогер. Приехали в Тюленово. Здесь полно народу. Вонны. И, в общем, пока купаться негде. Источник минеральной воды. Тепленький. И запах есть. Да. Сероводородик. Хорошо. Я хотела до нее добраться, но там как-то скользко воду. Не надо, да. Тебе уже зачет. Да, уже зачет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! С Витюшенькой в Тюленево. Здесь очень здорово, красиво. Солнце уже садится. Съемки на закате. Светит прямо в глаз. Светит прямо в глаз. Если ты видишь, если кто-то видит, там стоит икона. Кто-то поставил. Видимо, для блогеров, которые туда лезут, чтобы не упасть. Она их защитит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот это типичные болгарские строения. Черепичная крыша старинная. Мазанка из камня. Наверное, ей уже не одна тысяча лет. Со времен турецкого ига. Это точно. Сначала я вижу здесь палатку. Большую. Кто-то здесь решил все-таки остановиться. А вот здесь написано... Это дорожка. И даже здесь не написано, где мы. Весты Тук. Где тут рыба. А вот там кто-то заряжает, как солнечные батареи, свои телефоны. Ну, вон, ниже. Тут тоже вверх палатки, я думаю. Вот дикие пещерные люди приготавливаются с едой. Крачево, что-то будет наступать. Да. Вот она площадочка для выступлений. Хочешь, пой, хочешь танцуй. Академия. Субтитры создавал DimaTorzok